В 90-е годы когда-то уютный и ухоженный сквер химиков, расположенный рядом с одноименным Домом культуры, был заброшен. Повсюду мусор, футбольный стадион зарос травой. Реанимировали сквер, который многие барнаульцы именуют не иначе, как сердце потока, пять лет назад. Вывезли десятки машин мусора и веток. На следующий год построили новую детскую площадку. На этом участке уже была площадка дворовая, еще с советских времен. Это были сваренные из прутьев ворота, не было никакой травки. Посоветовавшись с администрацией района, было принято решение именно эту площадку, конкретно в этом потрясающем парке, в сквере химиков, ее уже привести в такой хороший правильный вид. До конца ремонтных работ не больше недели. Новая футбольная площадка должна стать гордостью Барнаула. На стадионе новенький газон с дренажной системой. Это позволит без проблем отводить с футбольного поля дождевые и талые воды. Для снижения травмоопасности газон посыпали кварцевым песком. По периметру стадиона установили специальные ограждения и мощное освещение. Так что тренироваться и проводить футбольные матчи и турниры можно будет и в темное время суток. Это просто рай для ребенка. Прийти в любых погодных условиях, позаниматься, прийти домой, где-то в чистой футболке, обрадовать маму. Как раз отсюда, со дворов все начинается. Я помню, сам не вылазил ребенком со двора, с мячом спал. Поэтому наличие таких площадок – это, конечно, будущее Роналда Мессии. Площадка качественная, удобная. Есть ограничения, то есть мяч далеко не улетит и не надо сильно бегать. Меж тем доворовые игроки уже составили расписание, кто и когда выйдет с мячом на новенький зеленый газон. Дмитрий Дроздов, Сергей Балуев. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова